Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Я приветствую вас на канале Процветок. Поговорим мы с вами о том, как аптечные препараты могут нам помочь или наоборот не помочь в наших садово-огородных делах. Дело в том, что на просторах интернета можно встретить зачастую самые фантастические рекомендации по применению аптечных препаратов для борьбы с болезнями или вредителями растений, а также для стимуляции их роста и развития. И зачастую иногда даются такие комбинации этих препаратов, которые лично у меня вызывают невероятные недоумения и даже опасения за жизнь и здоровье тех людей, которые будут применять эти комбинации у себя дома. Одной из наиболее распространенных таких комбинаций является комбинация йода и аммиака. При соединении аммиака с йодом получается довольно взрывоопасное вещество в виде черно-фиолетовых кристаллов. Вы можете поэкспериментировать у себя дома с небольшим количеством для того, чтобы убедиться, что так оно и есть. По крайней мере дети такие эксперименты очень сильно любят. Ну а мы начнем с аспирина, с ацетилсалициловой кислоты. Можно встретить советы на просторах интернета, что ацетилсалициловая кислота помогает стимулировать рост и развитие растений, а также помогает избавиться от вредителей и главным образом еще и от болезней. Есть даже рекомендации, когда ацетилсалициловую кислоту применяют для обработки теплиц перед посадкой растений с целью ее дезинфекции. Это полнейшая дезинформация, ничего рационального в этих советах нет. Ацетилсалициловая кислота или попросту аспирин является нестероидным противовоспалительным средством, которое совершенно не обладает никакими антимикробными, антивирусными или какими-то другими эффектами, которые могут быть полезны с точки зрения использования в растении водстве. Откуда же взялся этот миф о пользе ацетилсалициловой кислоты? Скорее всего, этот миф родился из сведений, достаточно широко распространенных и справедливых, что салициловая кислота является иммуномодулятором фитоиммунитета растений. То есть присутствие салициловой кислоты вызывает у растений реакцию, такую же, как реакция на появление фитопатогена, то есть вредной бактерии или вредных грибов. Применение салициловой кислоты основано на том, что это что-то вроде бы прививки, когда мы заранее обрабатываем салициловой кислотой растения, они мобилизуют свои защитные силы и начинают противостоять патогенам еще до того, как эти патогены появились. Действительно, обработки салициловой кислотой, обработки семян, обработки проростков, обработки всевозможных саженцев и растущих растений является чрезвычайно перспективным и рациональным. Для того, чтобы приготовить раствор салициловой кислоты, вот я в руках держу 25 мл 2% раствора салициловой кислоты. Достаточно растворить весь этот пузырек в 5 литрах воды и вы получите тот раствор, который необходимо использовать. Следующий препарат, о котором я хочу поговорить, это перекись водорода. Вообще, перекись водорода стала чрезвычайно популярной в последнее время у садоводов и огородников, что только с ней не делают. И замачивают семена, и дезинфицируют семена, и опрыскивают растения и так далее, и так далее. Что ж, действительно, перекись водорода может нам помочь в наших огородных делах. И главным образом она может нам помочь именно при проращивании семян. Вообще, перекись водорода является сильным окислителем. Перекись водорода работает как антисептик за счет сильных кислородных свободных радикалов. Это те самые окислительные радикалы, против которых мы боремся, потребляя продукты и витамины, содержащие антиоксиданты. Это те вещества, которые обуславливают наше старение и вот эти оксиданты именно. И те вещества, которые обуславливают гибель клеток. Вообще, перекись водорода является весьма привычным веществом и для нашего организма, и для растительного организма. Например, с помощью перекиси водорода наши клетки борются со всевозможными патогенами и убивают их. Поэтому в этом деле главное не переборщить. То есть замачивание семян в течение нескольких минут в 3% растворе перекиси водорода действительно может помочь избавиться от некоторых патогенов, особенно грибной природы. Есть рекомендации заливать 3% перекисью водорода семена для их проращивания. В принципе, это тоже допустимо сделать, потому что перекись водорода не является таким уж сильно токсичным веществом для растений. В то же время, благодаря тому, что мы заливаем семена перекисью водорода, мы дезинфицируем также и ложе, ну например тряпочку или кусочек бумаги, на котором проращиваем семена, и дезинфицируем саму посуду. Если вы оставите эту посуду с залитой перекисью водорода и семенами на свету, то перекись водорода достаточно быстро разложится с образованием кислорода и воды. И в общем-то это то, что нам надо для того, чтобы избавиться от перекиси водорода еще до того, как семена прорастут. Поэтому, в принципе, советы, основанные на использовании перекиси водорода, являются вполне себе рациональными. Хотя никакими фитостимулирующими свойствами перекись водорода не обладает. Очень мощным дезинфектантом, который нам поможет избавиться от всех патогенов, которые находятся на семенах, является хлоргексидинобеглюканат. Если замочить в растворе, аптечном растворе хлоргексидинобеглюканат семена на 30 минут, в этом случае мы можем гарантировать, что они в полной мере избавлены от всевозможных фитопатогенов. Кроме того, раствором хлоргексидинобеглюканата можно поверхностно обработать луковицы, клубни, ну и другие типы посадочного материала, для того, чтобы они не плесневели и для того, чтобы они не поражались болезнями при их посадке. Хорошим дезинфектантом считается калийперманганат. Кроме того, что он является очень сильным окислителем, кроме этого он является еще и веществом, которое в некоторой степени стимулирует проращивание семян. За счет чего? За счет того, что вот это вещество, марганцовка, оно окисляет поверхностные слои семенной оболочки, разрыхляет ее и позволяет лучше проникать внутрь семян в воде, благодаря тому содержимое семян оводняется, разбухает и ускоряется его прорастание. Что же касается дезинфицирующих средств марганцовки, то использование должно быть достаточно концентрированных, темных растворов марганцовки. Только в этом случае будут достигнуты дезинфицирующие свойства. Еще одним хорошим дезинфектантом является бриллиантовый зеленый или обыкновенная зеленка. Вы можете однократно поместить семена на короткое время в раствор спиртовой зеленки, чтобы оболочка семян быстро прокрасилась, вынуть их, просушить и после этого сеять или проращивать в какой-то емкости до появления проростков. Вы также можете приготовить раствор этой зеленки, добавить одну чайную ложку на 100 мл воды зеленки, подержать 30-40 минут семена, они тоже прокрасятся и тоже проращивать их. Данный дезинфектант является довольно мягким, но все-таки эффективным и в то же время совершенно никак не повреждает семена. Еще одно вещество, которое широко рекламируется как вещество из аптеки для растеневодства, это йод. С точки зрения его дезинфицирующих свойств можно сказать только следующее. Вы можете использовать этот раствор, но только в том виде, в каком он есть, без особого разбавления. Недаром делается вот такой именно раствор йода, потому что он как раз действует наилучшим образом. Вы также можете окунуть в него кратковременно семена, окунуть и вынуть, и высушить, и в дальнейшем использовать. Что же касается любых растворов йода, добавления его по капелькам с целью опрыскивания для избавления от грибных и бактериальных заболеваний, то это совершенно неэффективно, потому что та концентрация йода, которую вы будете использовать разбавленная, никаким образом не подействует на патогены. То есть та концентрация, которая действует на патогены, она же губительно действует и на сами вегетирующие растения. Поэтому этот совет совершенно неэффективен. Борная кислота. Борная кислота также является широко рекламируемым таким средством для сада и огорода, но на самом деле концентрация борной кислоты, которая является дезинфицирующей, составляет от 1 до 3%. Это атомная концентрация для растений. Подойти она может разве что для обработки предпоседной семян, которые еще не набухли и которые, конечно, еще не проросли. Что касается всевозможных опрыскиваний, то в этом случае борная кислота может использоваться в концентрации 0,05%. И поможет она только для подкормки, для обеспечения растений борной кислотой, которой зачастую в почве не хватает. Ну, например, в почвах Беларуси борной кислоты всегда мало. Ну и в конце скажу вам о таком средстве, которое тоже очень широко рекламируется, это метронидозол. И метронидозол это такое антибактериальное средство, которое рекомендуется применять против фитофторы. И очень подробно на эту тему мы остановимся с вами в будущем. У нас будет отдельное видео о том, можно или нельзя использовать метронидозол против фитофторы на картофеле и на томатах. Надеюсь, что это была полезная информация для вас, что вы теперь не ошибетесь в выборе каких-то аптечных препаратов для использования и для каких целей их использовать можно или необходимо. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и я буду рад очередной встрече с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok